Всем уже известен новый циничный перл от Чубайса. Дескать, общество должно сказать спасибо олигархам за все, что они сделали для страны. Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал стране. Он страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия. Он вернул зарплату людям. Он наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку те, которые получают культуры, науки, образование. Это все сделал бизнес российский. Это все сделал те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет общества. Можно ли ожидать, что общество вдруг дозреет и скажет, ой, спасибо, я забыл его сказать. Нет нельзя. И это говорит тот человек, который ранее открыто признавался в распродаже и уничтожении страны. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. А мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунистов. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой. Двадцатый вопрос. То есть уничтожили сотни и тысячи заводов, восстановили единицы, скажите нам за это спасибо. И, кстати, ему же приписывают фразу о том, что не стоит беспокоиться, если вымрут 30 миллионов человек. Они просто не вписались в рынок. И теперь он рассказывает, будь то олигархи вернули людям зарплаты, будь то они вкладываются в культуру и образование, будь то олигархи наполнили бюджет деньгами. Пусть расскажет это рабочим, которые устраивают забастовки на предприятиях и шахтах тех самых олигархов, где задерживаются зарплаты и ухудшаются условия труда, а им перекрывают выход в интернет, чтобы те не смогли рассказать обо всем происходящем. Пусть расскажет это учителям, которым открыто сказали «денег нет, идите в бизнес, вы нам не нужны». Лучше пусть сам Чубайс скажет «Спасибо народу, потому что он все еще на свободе». Своим мнением об этом с накануне ТВ поделился экономист Михаил Делягин. Люди, подобные Чубайс, по страной части уничтожили, частью ограбили, захлебовываются от денег за счет погружения остальных в рабство. Ну и теперь им хочется, чтобы люди, в жизни которых они уничтожили, и люди, которые выжили, несмотря на их титанические усилия, чтобы эти недобитые люди, все еще живущие в недобитой Мерсии, оказывали им всяческие почести. Это обычные навыки Чубайса. Он право в одном, он называл народ инфантильным. И это правда, потому что народ, у которого люди, подобные Чубайсу, сидят на объединенных народных форумах, а не в местах решения свободы, действительно предельно инфантильным. Действительно, бизнес много чего сделал, но он это сделал вопреки всяким Чубайсам, Кудриным и Силуановым, которые до сих пор определяют нашу социально-экономическую политику и душ от производства. И бизнес в данном случае это не олигархи, это те, кто хоть как-то смог вписаться в рынок. А как же те 30 миллионов, которые не вписались? Я думаю, что он очень сильно начерон, потому что 30 миллионов не вымерло. Вымерло, считая, нерожденных и раньше времени умерших около 20. Но поскольку сейчас реализуется его политика в социально-экономической сфере, то еще не вечер он может достичь этой целевой установки. Демографические последствия деятельности Чубайса и Гайдара и их последователей, они, по крайней мере, сопоставимы с демографическими последствиями гитлеровского нашествия. Опять-таки, только Гитлер не учит нас жить и не сидит в президиумах, он бежит романтили. Но ни в что-нибудь социальный мир, это и есть этот подход, это продолжение политики Чубайса и Гайдара, просто в чуть других условиях. Все, что им можно пожелать, это профессионального следователя и честного судью. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». «Экспертное мнение» «Экспертное мнение» Продолжение следует...